В феврале 2017 года в рамках тура благословения Авраама пастор Орен Левари посетил Эстонию, Латвию и Финляндию, делясь словом веры и неся послания об Израиле, народе Божьем. Это были потрясающие служения, которые никого не оставили равнодушными. Люди принимали Господа, назидались в вере, слышали слово об Израиле в правильном контексте. На служениях было множество исцелений и Божьих чудес. Как и сказал Господь, что у веровавших будут сопровождать сие знамения, имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Но главная цель – это не исцеление. Цель – это познание Господа и хождение с Ним, поздаяние Ему всей славы и чести. И сказал им Иисус в ответ, пойдите скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Это было особое незабываемое время, о чем свидетельствуют служители и пасторы, которые встречали пастора Орена. Прозвучавшее слово о пробуждении вдохновило многих, вновь зажгло сердца людей и обновило их для того, чтобы жаждать Бога, чтобы жаждать Его Духа. Мы хотим поблагодарить всех, кто принимал нас, и всех, кто участвовал в этом туре. Особая благодарность каждому пастору, который открыл свое сердце и свою церковь. Мы верим, что Божье слово, звучавшее на этих служениях, не вернется к нему тщетно, но исполнит то, что Он послал его сделать. Всем обильных благословений и до новых встреч. Божье сердечно благодарю всех, всю церковь, всю общину, и царь Великой Славы, и лично пастора Орена Левари, за проведенное служение, которое у нас было 14 февраля здесь, в городе Валмера, в Латвии. И мы имели особое время, когда Дух Святой действовал непосредственно через пастора. И это было необычное время, потому что, во-первых, это рабочий день, это вторник, вечер, и обычно для людей в зимнее время трудно прийти так много на служение. Но зал был полный, даже, я бы сказал, переполненный. Это первое было такое, как бы, сверхъестественное, можно сказать, даже действие Духа Святого, что Он привел сюда этих людей специально, чтобы быть на этом служении. Всегда, когда приезжает пастор, Орен есть пророческое слово, и оно всегда приходит в силе. И я бы сказал, что практически всегда мы ожидаем, что оно приводит в движение духовной силы нашего города, нашего округа, нашей даже Латвии. И в этот раз это не было исключением. Я бы сказал, что даже промазание Духа Святого было еще более концентрированное, чем в прошлые разы. И слово было пророческое очень сильно и о Иерусалиме, о нашем отношении к мессианству и о единстве в этом движении, в этом служении. Вместе с пастором служили еще пастора из Финляндии, из Латвии, из других мессианских церквей. И это, может быть, придало еще больше силу этому служению. Особо хотел бы отметить, что действительно это для нас обычно и необычно, потому что действительно на каждом служении есть люди, которые принимают в свое сердце Господа. И в этот раз тоже было. Но необычно было то, что в этом служении, среди недели вышло на покаяние больше 20 человек. Это явное подтверждение присутствия, помазания Духа Святого. Это явное подтверждение тому, что слово имело вес в духовном мире, потому что сердца людей открылись, и они вышли и приняли Господа в свое сердце. И это безусловная победа в духовном мире. Еще, я сказал бы, что было продолжение этому, и очень много людей получали исцеление прямо на месте. Некоторые выходили с молитвой. Было присутствие действия Духа Святого, освобождение демонических сил. Безусловно, что в этот приезд служения пастора Орена, оно отличалось как бы особым таким присутствием Духа Святого. Дорогие друзья, приветствую вас из теплой Финляндии. Но почему теплой? Потому что прошлое воскресенье у нас служил пастор Орен, привез огонь из Иерусалима. И наше служение было просто потрясающее. Присутствие Духа Святого, атмосфера славы Божьей. И помимо того, что многие люди получили исцеление, обновление и даже освобождение, то я почувствовал, что в духовном мире что-то произошло. Какая-то важная перемена произошла в духовном мире. Как будто какие-то дамбы были разрушены, какие-то ограничения. И то, что раньше удерживало Божий поток и благословение, прорыв, то это было просто разрушено. И я почувствовал, как пришла какая-то свобода в духовном мире. Поэтому продолжайте, пожалуйста, молиться за пробуждением Финляндии. А мы будем здесь трудиться и работать дальше. Благословения вам и спасибо большое пастору Орену за его служение. Амин. Друзья, шалом. Приветствуем вас всех в Финляндии. Центральная Финляндия, город Ревясклия. Я Игорь Большлов, пастор Церкви Благословения. Прошло несколько дней с окончания поездки пастора Орена по Прибалтике и Финляндии. И мы можем, уже оценив все наши служения, сказать, какой результат этому всему может быть. Потому что до конца мы никогда не осознаем, что Господь сделал, что Он продолжает делать и чем все это закончится. Но та вещь, с которой приехал пастор Орен в эти страны, это благословение Аврааму, которое очень сильно нужно сейчас именно этим странам и вообще всему христианскому миру. Потому что есть такая удивительная тенденция возвращения к корням веры. Возвращение к тем корням, откуда пришла эта вера, с Израиля, с Сиона. И тот огонь, который принес нам пастор Орен, я верю, он будет гореть очень долго еще. И эта весть о надвигающемся пробуждении иностранной Балтии, иностранной Скандинавии, в частности Финляндии, она очень ободрила всех слушающих, всех, кто был на нашем служении. И Господь подтверждал эту весть чудесами и знамением. Мы видели исцеление. Мы видели, как глухие начинали слышать, как хромые начинали бегать. Мы видели, как освобождение происходило от всяких демонических духов. Мы видели, как люди, находившиеся в отчаянии и уже просто даже в депрессии, они получали новое вдохновение и новую жизнь. И я благодарю пастора Орена за эту поездку, благодарю, что он позволил мне быть рядом с ним. Дорогой друг, брат, сотрудник Царства Божьего, соратник и сподвижник, пастор Орен. Приятным было в последний визит, который был совершенно не запланирован по-человечески, но, думаю, было запланирован Богом. И этот визит был особенный. Люди были настолько впечатлены, люди были настолько восхищены тем, что Бог говорил твоими устами. И я думаю, что и пророческое помазание, которое пребывает на тебе, оно на самом деле подтверждает это особенное призвание от Бога, чтобы служить нынешнему поколению. Я восхищаюсь тем, что Бог совершает через тебя. Огромное тебе спасибо за те контакты, за тот уровень взаимоотношений, которые через тебя Бог осуществляет в нашем служении, за наших общих друзей, за открытые двери в Израиль, за открытые двери в Иерусалим. Мы на самом деле в последнее время подружились, и я думаю, что это не просто симпатии человеческие, я думаю, что это те сверхъестественные узы любви Церкви и Израиля, избранного Божьего народа. На самом деле, Израиль и Церковь – это две стороны одной медали, одно не может существовать без другого. Поэтому мы с огромным восхищением следим за развитием событий. И я благодарю Бога за твое служение, за твои орбиты, по которым Бог тебя ведет, для того, чтобы приносить благословение для тела Христова. Пусть Бог благословит еще больше твое служение, твою миссию, и пусть дары Святого Духа сопровождают тебя, и пусть приходит признание, не только локальное, но и общенациональное, и на уровне международном. Мы любим вас, благословляем, и просим мира Иерусалиму. И да будет Господь над нами, да и пусть ангелы Божьи хранят нас на всех путях, и пусть Бог Авраама, Исаака и Иакова благословляет нас и сделает в нашей жизни несравненно больше, о чем мы просим, и о чем мы помышляем. Люблю, благословляю, пастор Алексей. Дорогие друзья, я очень рад, что могу вам передать огромнейший привет из Эстонии. Спасибо вам, что вы очень сильно нас любите и посылаете своего пастора к нам в эти командировки, которые он имеет, эти поездки, которые удивительные для нас. Спасибо тебе, что пастор Орен мог служить недавно у нас в Эстонии, в Таллине, в Ихве. И благодаря его служению многие люди получили исцеление, многие люди получили освобождение. И я верю, что всякое служение, которое пастор Орен здесь проводил, даст очень хорошие плоды. И я верю, что когда я приеду к вам, мы можем вместе Бога благодарить за то, что у вас есть такое помазание на церкви, и вы высылайте его, чтобы он служил бы всем народам. И это великое благословение для всех стран и для Эстонии особенное. Мы очень рады, что Орен был здесь, среди нас, и благословляем его и всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь.